Это комплекс зданий дореволюционной постройки. Раньше здесь был кожеверный завод. Долгое время здания пустовали. В 2013 году их выкупил казанский предприниматель и начал создавать здесь креативное пространство. В лофте собирались дизайнеры, художники и архитекторы. А в сентябре здесь появился и бойцовский клуб. Там, конечно, адреналин, эмоции. Приглушенный свет, под ногами песок. Все как в фильмах об уличных боях. Андрей Петулов, собственник здания, сдавал помещение в аренду. Как сам рассказывает, он не сразу согласился на проведение здесь боев, оговаривая с организаторами, что все под их ответственность. Теперь на владельца здания заведено административное дело. По претензии в основном от МЧС. То есть, по факту, потому что они пришли, посмотрели, что действительно здесь нет пожарной сигнализации, что здесь выход не такой, что здесь лестница опасная, что здесь они обогревали газом. Да, это ко мне, как представителю площадки, все справедливо. Организаторы турнира «Стрелка» проводят подобные турниры более чем в 40 регионах страны. Открыто рекламируют и приглашают в социальных сетях. Вопросы у прокуратуры есть и к ним. На каком основании проводились бои? Должны ли платить налоги с продажи билетов? И привлекали ли к дракам детей? В боях без правил участвуют бойцы, возраст которых составляет 18 и выше лет. Каких-либо несовершеннолетних детей в ходе боев установлено не было. Руслану Махмудову 19, проверял себя на храбрость три раза. В жизни он обычный парень, которому захотелось экстрима. Я считаю, что абсолютно все законно, мои права никак не нарушены, права моего оппонента тоже. Мы вместе лежали, потом болтали о том, как прикольно, может, повторим. Вышел, чтобы проверить свой моральный дух, вспомнить, что это такое. Никаких доходов с этого турнира никто не поимел. Это мероприятие для продвижения спорта в России. Федерация единоборства Торстана к этим боям отношения не имеет. По их словам, ничего общего со спортом здесь нет. Люди делают деньги. К тому же весовые категории любителей не всегда учитываются. Повар, молодой парень дрался. Понимаете, как бы, это может быть его какое-то такое, знаете, а давайте-ка я всем докажу. А один пропущенный удар голову коленом, например, может просто его на всю жизнь инвалидом сделать. Организаторы на все претензии отвечают. Все законно, работает по франшизе. На ринге дежурит врач, а в зале охрана. Смешанное единоборство по правилам, ну, ударной техники, опять-таки, правилам ММА, все, в принципе, то же самое. Все это соблюдается. То есть там нет никакого избиения, песок в глаза, битые стекла. Деньги от продажи, по словам организаторов, шли на оплату услуг фотографов и операторов в самом же здании. До устранения нарушений массовых мероприятий не будет. А вот инициаторы турнира уже ищут новое помещение для кулачных боев.